Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале, на котором вы всегда найдете, что посмотреть по танкам, и как только в игре что-то появляется, я обязательно выкладываю свежее видео, поэтому подписывайтесь на канал, обязательно жмите на колокольчик, для того, чтобы не пропустить следующие видосы на моем канале, а я вам безумно благодарен за их просмотр. У нас в игре появилась рулетка на Emilia 1951 Viking. Машина, с одной стороны, интересная, с другой стороны, очень похожа на проходную версию, но к обсуждению машины мы вернемся чуть позже, тогда, когда перейдем ко мне на основной аккаунт и выкатим обязательно ее из ангара, перед этим, обсудив ее технические характеристики. Ну а сейчас покрутим на моем твинковом аккаунте данную рулеточку. Почему на твинке? Потому что на основе данная тачка у меня уже есть, ну и, соответственно, там мне абсолютно нет никакого смысла данную рулетку крутить, только себе буду в минус уходить. В отношении наполнения рулетки, здесь есть аж один контейнер бомбический, целых три раза вам может выпасть мистический контейнер первого уровня, есть два раза по два контейнера европейских, и, глядишь, оттуда что-то еще упадет, и плюс к тому, три раза можно достать по одному контейнеру, собери их все. Это все говорит о том, что прокруты вам придется делать очень долго, для того, чтобы дойти все-таки до главной награды. Если посмотреть на шансы выпадения, то шанс выпадения главной награды, а именно самого танка, 0,07, ну, то есть, вероятность того, что вы раньше, чем последние прокруты тачку заберете, приравнивается, как вы видите, к 0,0 и дальше до бесконечности. Ну а если говорить о второй по ценности награде, по мнению разработчиков, это его легендарный внешний вид, викинг, который забирает на себя 0,15%. Ну и в отношении всего остального, обратите внимание, 45% на 100 тысяч кредитов, при этом в всем контейнер с обвесом 0,28. Ну и, что самое парадоксальное, что европейские контейнеры, в которых можно достать какой-то танк, причем выпадает вам сразу два таких контейнера, имеют шансы выпадения выше в два раза, нежели у контейнера с обвесом. У нас, что, типа, обвесы дороже стоят? Ну ладно, мне, что-то кажется, что все вот эти вот проценты в большинстве своем мало о чем говорят, и по факту, скорее всего, все заранее где-то как-то нормально прописано, для того, чтобы тому, кто должен сегодня что-то получить, выпало, ну а тому, кто сегодня должен быть в пролетариях, соответственно, должно быть пусто. Ну что, давайте будем крутить, поехали, 50 тысяч голды, и, кстати, да, насчет прокрутов. Суммарно в рулетке 20 прокрутов. 20 прокрутов обойдутся вам в 15 тысяч 2 золотых. 2 золотых, потому что там есть вот эти промежуточные чекпоинты, за 1 золотой можно крутануть рулетку, ну и получается общая стоимость рулетки, как я уже сказал, округляя 15 тысяч золотом. Ну а если говорить о том, чтобы, допустим, выпал вам танк не в самом конце на 20 прокруте за 15 косарей, а на, допустим, 19 прокруте, то как раз на 19 и 20, как правило, приходится легендарный внешний вид и главная награда в виде танка. 19 прокрутов будут стоить 12 тысяч 950, ну, грубо говоря, 13 косарей. Ну а что касается 18 прокрута, если до него даете и здесь заберете, то 11 тысяч 252. Насколько это выгодно, обсудим чуть позже, а пока поехали дальше крутить. Ну чё, давайте 100 золота, которые только что мне выпали из мистиков и вернулись, пополнив мою копилку на 50. Дайте что-то конкретное. Вот вам, пожалуйста, 100 тысяч кредитов. И что самое интересное, что они-то здесь 3 раза выпасть могут. А помните, там было 45% выпадения. Какие шансы сейчас? Сейчас 38. Ну, короче говоря, всё, в принципе, то же самое, что и было. Процентное соотношение остаётся тем же самым. Стало меньше наград, соответственно, меняются проценты. Но в любом случае, мне кажется, что забрать серебро вам всё-таки придётся из этой рулетки. Открываем мистический контейнер. Ещё один. Ещё 100 золота. Ну, окей, хорошо. Пока я нахожусь на нижних уровнях по прокрутам, то окей. Это ещё хоть какая-то компенсация. Потому что когда ты крутишь на тысячу с копейками, а тебе выпадает 100 голды, то, честно говоря, плакать хочется порой. Но собери их все. Ну, давай, соберу их. Давай, дай мне что-то годное. Не будет ничего. Не будет ничего. Почему? Потому что я знаю, что когда мне из собери их всё что-то выпадает, то у меня притормаживает открытие самого контейнера. Раз сейчас не тормознуло, значит ничего не будет. Я свой компьютер уже знаю и свою игру в том числе. 350 золотов. Давай, покажи мастер-класс. Мистик. Ничего себе. Слушайте, но вот так вот если посмотреть на все возможные награды, которые есть, то в целом падает-то и неплохо. Мистический контейнер второго уровня. Давай. Давай, мистический сертификат. Но нет, говорит, на тебе два раза по 200 свободного опыта и один день према на аккаунт, на котором ты не играешь. Давай, ГСН, начинай играть на этом аккаунте. Чё ты его забросил-то в конце концов и используешь только для записи видео про рулетки. Всё. На этом, в принципе, до свидания. 435 голды осталось на счету, 450 стоит прокрут. Чё я смог? Ну, не так уж и много я смог. Дошёл до шестого прокрута. Получается, пять сделал. И за эти пять прокрутов я не получил ровным счётом ничего. Не буду считать, что серебро чего-то стоит, а частично компенсированная из контейнеров голда не покрыла в любом случае мои затраты. Ладно, бог с ней и с рулеткой. Переходим ко мне на основной аккаунт и посмотрим, на что Эмиль способен. Ну что ж, Эмиль 1951. Давайте для начала обсудим и выскажу своё абсолютно честное мнение по поводу данной машины. Нравится ли он мне? Да, в целом нравится по одной простой причине, потому что я действительно очень сильно люблю ветку кранвагна в нашей игре. Почему я об этом заговорил? Потому что на восьмом уровне есть точно такая же проходная копия Эмиля 1951, которая называется Эмиль 1. И эти машины играются практически идентично. Они практически идентично забронированы, хотя Эмиль 1951 всё-таки по состоянию в бою чувствует себя немножечко лучше. Точнее, не так. Ты ощущаешь, что он вроде бы как немножко лучше забронирован. Короче говоря, рандомность рикошетов у него гораздо выше. Ну а в отношении уровня бронирования, то в целом они очень сильно похожи. И там есть 10 отличий, но пойди их найди. В отношении орудия стоит отметить, что это тоже две очень похожие машины. Я бы сказал, тоже практически идентичные. Топовое орудие Эмиля 1 имеет, давайте запомним основные цифры. 21,7 перезарядка, 3 секунды, 3 снаряда, 320 урон базовым снарядом и минус 10 по орудию склоняется вниз. Ну и теперь давайте посмотрим по техническим характеристикам у Эмиля 1951. 20,8, то есть на одну секунду бодрее перезарядка барабана, те же самые 3 секунды между собой снаряды, те же самые 3 снаряда в магазине, те же самые практически 310 урона, там было 320 и те же самые минус 10. Время сведения и разброс тоже, в принципе, идентичны. О чем говорю? Говорю о том, что приобретать себе данную машину стоит только в том случае, если вам просто капец как нравится играть на Эмиле 1 и при этом всем вы хотите, чтобы у вас было все то же самое, только еще и дополнительное серебро вам приносило. Короче говоря, Эмиль 1951, по моему скромному мнению, это обычный Эмиль 1, просто фармящий, ну и, соответственно, приносящий дополнительные серебряные доходы. Что это собой машина представляет непосредственно в самой катке? Поехали, будем смотреть. Ну что ж, друзья, погнали. Наши ребята в город решили не ехать, молодцы, можно сказать, что половину боя слили. Теперь поехали пытаться тестить машину в отношении подвижности. У меня вопросов вообще никаких не вызывает, с учетом того, что это тяжелый танк, у которого неплохо забронирована башня и, в частности, имеет очень крутую приведенную броню, как вы видите. Машина имеет крайне комфортную подвижность и очень хорошую маневренность. Поэтому в отношении показателей подвижности и маневренности, как я уже сказал, вопросов никаких задавать не буду. Меня все устраивает. Бодро откатывается назад. Это действительно фишка Эмиля. Он очень классно в этом отношении себя ведет. То есть вы можете подъехать куда-то в удобную для вас позицию, выцелить своего соперника, дать по нему выстрел. У вас есть 3 секунды на то, чтобы дать возможность вам стрелять еще раз. Я имею в виду время перезарядки между собой снарядом. Ну и после того, как вы делаете этот выстрел, вы можете вполне успешно откатиться назад, для того, чтобы не получить тычку. Дождаться перезарядки внутри магазина или магазина в целом. И после этого вы хотите дать еще одну тычку. Короче говоря, движение назад действительно очень приятное. Ну то есть за камень, допустим, спрятаться не вызывает абсолютно никаких проблем. Получи раз. 3 секунды перезарядка. Маловато, конечно. Хотелось бы, чтобы быстрее. Ну, многовато точнее. Хотелось бы, чтобы быстрее. Но в любом случае, понимаешь, за что платишь. Ты делаешь за один барабан, грубо говоря, там 360 единиц урона. То есть подходишь максимально в притирку целой тысячи урона за один барабан. И это действительно очень круто. Потому что, допустим, средний вес машин на уровне танцует в 1500-1600. Редко выходит до 1700. И поэтому, в целом, я бы сказал, что за барабан такой урон довольно неплохо. В отношении времени сведения, в отношении точности тоже абсолютно никаких нареканий нет. Играется комфортно, играется приятно. Сейчас я просто полностью не свелся. Точнее, вообще не свелся. Я просто откинул Дракулу, как говорится, наугад. И это дало свои негативные результаты. Сейчас подъедем поближе. Давай, стоять. Ну ладно. Опять-таки, бросаю чисто на вскидку. Из-за этого промахиваюсь. При нормальном сведении орудие очень точное. На дальних расстояниях отыгрывается. Вот тоже, я бы сказал, очень комфортно и очень приятно. Мне в целом нравится Эмиль первый проходной. Я всегда рекомендую прокачать ветку кранвагна. Потому что можно действительно получать удовлетворение от боев на каждом уровне. И это действительно факт. Ну а в отношении Эмиля 1951 машина классная тем, что она фарка. И тем, что она, вот пожалуйста, вот так мы выглядим у себя в прицеле. Она действительно фармит, она действительно доставляет удовольствие. И при этом всем она привычна для тех, кто уже играл на ветке кранвагна. Так, я так понимаю, что я сейчас буду отчаливать. Мне просто физически не хватит времени перезарядки. СТГ меня добирает. Даже нет, ему АМХ. CDC помог. Но в отношении живучести, самая лучшая участь этой машины, это где-то играть от башни. В этом бою не получилось от башни отыгрывать. Надо было, как мне показалось, проявить немножко агрессивного боя. Ну и не знаю, то ли я действительно очень плохо сыграл, то ли команда тоже не сильно вытянула. Ну себя никакой вины снимать не собираюсь. Я не супер профессиональный танкист. И я никогда не вырезаю ничего из своих видео. Потому что хочу, чтобы вы видели все таким, какое оно есть на самом деле. Ну а теперь давайте будем, как это правильно назвать, подбивать итоги, подводить черту под этим всем. В отношении возможностей по урону. Машина действительно способна выезжать с хорошими результатами по настрелу. Меня вполне устраивает во всем орудие. И в целом, если посмотреть на танк по всем показателям и по ощущениям в боях, машина очень комфортная, очень приятная. Единственный минус огромный по данной машине заключается в том, что вы можете получить этот же аналог в проходной веточке, не тратя свою голду. То есть, по-честному, если вы хотите этого геймплея, и вам не принципиально зарабатывать серебро в боях, то, соответственно, вы можете абсолютно спокойно кататься на Эмиле I и будете получать все те же самые ощущения от боев, что и играя на Эмиле 1951. Ну, а в отношении рулетки самой, смотрите самостоятельно. Насколько вам везет, не везет, насколько имеет смысл крутить. Для меня лично, Эмиль 1951 это танк, который, ну, не стоит однозначно покупать первым, если вы покупаете машину через обычный игровой магазин за голду, потому что есть другие варианты, которые предлагают вам геймплей, которого вы не найдете среди проходных тачек. Ну, а вот если у вас уже прям совсем полна корзина премиумных восьмерок тяжей и нет Эмиля 1951, да, тогда машина годная, нормальная, можно покупать для того, чтобы периодически на ней выезжать. Ну, а что касается вот этой вот рулеточки, то для рулетки это вполне неплохая награда, если вы сможете забрать себе эту тачку дешевле, нежели ее продают в магазине. Объективная нормальная цена на машину 7500-8000 голды. Это вполне нормальный ценник для такого качества тяжа на восьмом уровне. И опять-таки повторюсь, если вас не смущает наличие среди проходных тачек Эмиля Первого, который является прототипом для Эмиля 1951 и практически полностью его повторяет. Вот такое честное мнение по поводу Эмиля 1951, честный прокурат рулетки. Ну, а если честно, с вам заходит, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк данному видео и до встречи в следующих. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»